МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала товар, потом деньги. Как не стать жертвой преступника, совершая сделки на известных торговых интернет-площадках? Правила охоты. Когда охотиться на болотную дичь можно, сегодня расскажем. Вы смотрите программу Пульс. Студия Марина Каминская. Здравствуйте. Преступность ушла в интернет. Большой всплеск преступлений в сфере высоких технологий зафиксирован в регионе. Правоохранительные органы отмечают доверчивость потребителей привела к разгулу злоумышленников в интернете. Изучение материалов проверок уголовных дел, связанных с торговой площадкой Куфора, показало, что данная ситуация сложилась ввиду излишней доверчивости граждан. И тут вопрос. То ли пандемия на бдительность граждан повлияла, то ли пресловутое удобство диванных покупателей, которое настолько затуманивает голову и притупляет взор. А результат в цифрах. Нынешний год побил все рекорды, увеличив статистику в разы. За полгода 2020-го 52 преступления. А месяц июль стал еще более продуктивным. Сразу 42 злодеяния с помощью интернет-пространства. Для сравнения, за весь 2019 год в регионе таких преступлений было всего 14. Для достижения своих преступных целей мошенники используют различные схемы. Однако среди этих можно выделить несколько общих. В первую очередь, когда продавец находит потенциально покупатель, либо наоборот, продавец пытается всяческим образом перевести дальнейший диалог покупателя с продавцом в мессенджеры, то есть в Вайбер, ВКонтакте, мотивируя это тем, что плохо слышит, ну под различными предлогами. Это делается с той целью, чтобы в дальнейшем отследить на официальном сайте Куфор переписку оказалось практически невозможно, потому что переписка в мессенджерах является индивидуальной, и, как правило, преступник в дальнейшем растворяется, скажем, в обществе, и невозможно его идентифицировать. Во-вторых, они пытаются завладеть, скажем, реквизитами банковских карт или паспортными данными. Для чего необходимы реквизиты паспорта? Это существует для того, когда пытаются выманить, скажем, у жертвы сведение паспорта и название банка. После того, как мошенник получит доступ к паспортным данным на странице интернет-банкинга, он вводит паспортные данные жертвы, таким самым восстанавливает доступ к его интернет-банку. После того, как доступ будет восстановлен, на код жертвы приходит смс, и мошенник путем повторного звонка получает доступ к смс-коду, после чего снимает деньги со счета жертвы. В Лицкое РОВД обратилась гражданка, которая перевела на счет преступника 135 рублей, в надежде приобрести мобильный телефон. Продавец предложил женщине перевести общение в Вайбер. Он представился за Рубиным Леонидом, проживающим в Жлобине. Сотрудники милиции выяснили, такого гражданина вовсе не существует. А мобильный телефон был зарегистрирован на гражданку, 39-го года рождения, которая проживает в Добруше. Правоохранители бьют тревогу. Большинство преступлений происходит с помощью торговой интернет-площадки «Куфор». Так, 27-летняя Гродненка хотела приобрести электроавтомобиль «Мерседес» на «Куфоре». Общение с продавцом проходило по Вайберу. Гражданка уже на следующий день перечислила денежные средства. Однако товара так и не дождалась. Продавец же потребовал от горя покупателя больше его не беспокоить. Объявление сайта было удалено. Сначала товар, потом деньги. Такой алгоритм действий советуют правоохранители тем, кто решился совершить покупку или продать товар с помощью интернета. И не переписываться в мессенджерах, а тем более не давать паспортных данных и сведений о банковских карточках, идентификационные коды, пин-коды и так далее. И если чувствуете подвох от продавца или покупателя, не заключайте с ними сделку. Не позволяйте злоумышленнику вас обмануть за ваши деньги. О происшествиях и криминальных событиях минувшей недели прямо сейчас. По информации пресс-службы УВД, за первые шесть месяцев текущего года органами внутренних дел составлено 59 административных протоколов в отношении граждан за занятие проституцией. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года случаев подобной противоправной деятельности стало больше в два раза. Так, за оказание гомосексуальных услуг с января по июнь к ответственности привлечены 18 граждан. К слову, согласно санкции статьи Административного кодекса Беларуси за занятие проституцией, правонарушителю грозит штраф в размере от 6 до 20 базовых величин или административный арест. 27 июля на автодороге М6 был совершен наезд на парня, который двигался на электросамокате. Авария произошла вблизи города Скидель. Электросамокат двигался в попутном направлении с автомобилем «Ситроэн», за рулем которого находился 33-летний водитель. В результате наезда 18-летний водитель персонального средства мобильности получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. 70-летний водитель мопеда получил серьезные травмы и попал в реанимацию после столкновения с автомобилем 28 июля в Олегшицах Берестовицкого района. 26-летний водитель «Лады», выезжая на главную дорогу, не заметил двигавшийся мопед. С различными переломами и повреждениями внутренних органов водитель мопеда оказался в реанимационном отделении больницы. По факту ДТП проводится проверка. Не была пристегнута ремнем безопасности. 2 августа в Островецком районе в результате опрокидывания автомобиля погибла пассажирка. На автодороге Рэмдюны-Солы 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Дача Сандера» на закруглении дороги, не справилась с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. На заднем сидении ехала непристегнутая 59-летняя пассажирка. От полученных травм она скончалась в больнице. В машине находилась еще и 15-летняя девочка, которая в результате аварии получила многочисленные ссадины. К слову, всего в автомобиле находилось 6 человек. По факту ДТП проводится проверка. Приехал навестить бабушку, оказался в больнице. В деревне Некрашевичи Кареличского района 17-летний бесправник, управляя автомобилем «Тойота», совершил наезд на 10-летнего мальчика, который катался на электросамокате. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в местную больницу. О том, что в деревне Барова Ивьевского района случился пожар, термическими ожогами в тяжелом состоянии попал мужчина 63-го года рождения. Когда сотрудники МЧС прибыли на указанное место ЧП, на крыльце обнаружили обгоревшую одежду. Как стало известно, местный житель, чтобы разогреть пищу, разжигал газовую плиту. На нем загорелась одежда. Медиков вызвали соседи, когда увидели на крыльце односельчанина, объятого пламени. И принялись его тушить водой. С термическими ожогами 1-3 степени 60% тела пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Через сутки от полученных травм тот скончался. 2 августа спасатели тушили возгорание гаража на территории частного домовладения в Гродно. Удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Люди не пострадали. Огнем уничтожена кровля и перекрытие гаража. Автомобиль «Фольсваген». Повреждена кровля, обрешетка бани. Причина пожара устанавливается. 3 августа в 5 утра произошло ЧП в квартире пятиэтажного дома по улице Ольги Соломовой в Гродно. Выяснилось, жилище принадлежит 83-летней женщине. До прибытия боевых расчетов ее 56-летний сын, который проживает в соседней квартире, открыл дверь, разбудил мать и вывел на свежий воздух. С диагнозом ожоги первой третьей степени 20-25% тела пенсионерка госпитализирована в больницу. Причина пожара устанавливается. Основная версия – короткое замыкание электросветильника. 27 июля возгораний в жилой комнате общежития в Щучнине сообщил сосед. На ликвидацию огня потребовалось несколько минут. Эвакуация жильцов не потребовалась. Огнем поврежден холодильник, закопчены стены и потолок в комнате. Как стало известно, на момент ЧП квартира съемщица гостила у родственников. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки холодильника. 28 июля в Новогрудском районе во время возведения кровли склада смертельно травмирован строитель. Когда 60-летний мужчина регулировал укладку вывешенной плиты, плита обрушилась на него. От полученных травм рабочий скончался на месте. Как стало известно, погибший был в каске, однако без страховочных поясов. Назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы. За нарушение правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, следователи возбудили уголовное дело. В Гродно завершено расследование уголовного дела об аварии, которая унесла жизнь 4-летнего ребенка. Смертельное ДТП произошло 8 мая текущего года в Щущенском районе. 28-летний водитель Лады Ларгус совершил наезд на 4-летнего мальчика. От полученных травм тот скончался на пути в больницу. Согласно материалам уголовного дела, мужчина превысил разрешенную скорость. Не предпринял меры, исключающие наезд на ребенка. По статье за нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека, водителю предъявлено обвинение. Дело передано прокурору для направления в суд. С начала июля гродненскими таможенниками пресечено 20 попыток незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза цветочной продукции из Литовской Республики. Цветы следовали через пункты пропуска Бинникони и Каменный Лог. По выявленным фактам, Гродненской региональной таможней начаты административные процессы. К слову, с начала текущего года гродненскими таможенниками пресечено более 90 подобных попыток. Общая стоимость незадекларированных цветов составила порядка 250 тысяч белорусских рублей. Таким образом, сотрудники таможни предотвратили ущерб от неуплаты таможенных платежей на сумму около 62 тысяч с половиной белорусских рублей. Число трагедий на воде растет. В минувшие выходные в Гродно утонули двое – 21-летний парень и 50-летний мужчина. Известно, погибшие купались в неустановленных местах, вне зоны действия спасательных станций в состоянии алкогольного пьянения. Первый случай произошел на реке Неман в районе Меловых гор, где старая лодочная станция. Группа людей распивала спиртные напитки и мужчина 50 лет утонул. В его крови обнаружено 3,7 промилля алкоголя. Второй случай был на озере Юбилейно. Молодой человек, 21 год, упал в воду, предварительно тоже в сильном алкогольном опьянении. За 7 месяцев текущего года сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира было изъято 399 сетей общей протяженностью более 13,5 километров. В Гродненской области к административной ответственности было привлечено 35 человек. За 7 месяцев 25 граждан решили отказаться от данных сетей, обеспасить себя от административной ответственности. Ими было сдано 130 сетей общей протяженностью 3 километра 200 метров. Можно себе представить по количеству взятых сетей, что они не попали в наши водоемы и какой ущерб природным ресурсам, в частности рыбным ресурсам, мог бы быть причинен, окажись они в наших водоемах. К слову, в случае выявления незаконного хранения сетей для граждан может наступить административная ответственность в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин. Граждане, добровольно сдавшие сети и орудия из сети материалов, освобождаются от административной ответственности. Для этого нужно обратиться в территориальное подразделение органов Государственной инспекции. А следующая информация будет интересна охотникам. С 8 августа открывается сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь. Исключение составляют гуси. И продлится этот сезон до 13 декабря текущего года. В данный период будет разрешена охота на вяхеря, голубя сизого, перепела, фазана, как я уже говорил, водоплавающую и болотную дичь. В светлое время суток ружейным способом с использованием гладкоствольного ружья и засады с подхода с подъезда. С подъезда следует иметь в виду, это может быть маломерное судно без двигателя, либо с двигателем, но заглушенным. Также разрешено использовать охотничьих собак, кроме борзых и гонщих. Охотникам следует знать, согласно действующего законодательства, продлен срок действия документов, которые истекли в период с 30 апреля по 31 июля. Их срок продлевается на 3 месяца. Такими документами в частности относятся государственное удостоверение на право охоты и карточка учета нарушений к нему, разрешение на право хранения и ношения охотничьего оружия, а также регистрационные документы на собаку. Если у вас истекли документы в указанный период, то в течение 3 месяцев вы еще также можете использовать. Также в последнее время наблюдается популярность среди охотников по приобретению охотничьих путевок путем через информационную систему интернет. Это у нас уже действует с 2014 года. Каждый год количество охотников, приобретающих, растет. Здесь следует охотникам помнить о следующем, что охотничья путевка будет действительно только в том случае, если на ней будет стоять личная подпись охотника и к ней будет приложена карт схемы охотничьих угодий с указанием о разрешенных либо запрещенных мест. Вносить какие-либо исправления замечания в охотничью путевку запрещено. По информации Минздрава, на 2 августа в Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Прирост заболевших в сутки – 121 человек. Умерли 567 пациентов. Всего заболевших зарегистрировано 68 067 человек. Будьте здоровы, берегите себя. Вы смотрели программу «Пульс». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин